Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Как вы знаете, братья и сестры, что Евангелие, читая много раз, каждый раз мы слышим что-то новое, каждый раз что-то новое для себя воспринимаем. Но есть ряд таких чтений, есть ряд таких Евангелий, которые каждый раз, когда слышишь, все время в твоей душе что-то колышется. Это, например, вот архиерейские Евангелия от Иоанна, когда Господь как бы обращается к Отцу, говорит, да будут все едино, якажи ты, Отче, во мне, я в тебе, да будут все едино. Вот называется архиерейское Евангелие. Оно читается Великую Пятницу. Так, например, многие воскресные Евангелия, одно из них, как Петр, ныряет в воду, как бы не выдержав голым, ныряет в воду и плывет ко Христу. И одно из таких Евангелий, это то, что сегодня мы читали про Гадаринского весноватого. И вот все те, кто занимаются чтением Слова Божьего и толкованием, всегда затрудняются с этими Евангелиями, потому что слишком много в нем всего. Слишком много в нем таких элементов, которые душе как бы тяжело воспринять, тяжело понять. Прежде всего, эти страшные слова, когда этот Гадаринский весноватый видел Христа, он как бы голосом закричал, внутри него, вот кто видел, как весноватых отчитывают, они вот не своим голосом начинают вопить, кричать. Вот он записал, зачем ты пришел сюда мучить меня? Зачем ты пришел сюда? Что это? Многие, ну как бы, воспринимают это, какое чувство имело это? Что в нем это? Почему мучить? А мучить, потому что страх. Страх от благодати Божией. Вот когда благодать Божия в душу приходит, человек испытывает прежде всего страх. И вот все время, как бы, если вот кто опытный человек, кто, допустим, там не первый год входит в храм, а там уже больше десяти лет пытается вот как-то свою жизнь отрегулировать сообразно тому, о чем говорил Христос. И что, как бы, сообразно евангельским всем вот этим вот притчам. Вот тут знают, что страх и благодать, это всегда две вещи, которые между собой противопоставляются. Недаром говорят, что крестом, вот, вот, крест, когда вот бесы видят, они трепещат. Почему? Потому что вот там, где благодать Божия, там страх. И в то же время приходит благодать Божия, и прежде всего, что она делает? Она изгоняет из человека страх. А вот светские, светская наука, светская вся психология, все, что, психоаналитика, она себя построена на том, что человеческое движение, то, что движет человека в этом мире, тоже страх. Тоже из-за страха смерти, например, повальное увлечение развлечением, то, что сейчас вот, хочу каждый день кино, чтобы в доме было. Хочу каждый день театр. Уже даже анекдоты люди не рассказывают, потому что анекдот уже отошел на второй план. Нет того восприятия анекдотов, как раньше, вот, например, сели, пять-шесть человек и могли там, давай анекдоты травить, давай. И вот там начинают анекдоты, а потом православные, они говорят, нет, анекдоты тебе вот нельзя травить, это вот плохо, это грех. Сейчас и этого нет уже. Почему? Потому что душа уже еще больших развлечений требует. Анекдоты требуют, ты должен, ну, внимания, напрягаться, это уже не приводит к душу такой эффект. Хотя более глубоких развлечений, более серьезных. Это все тоже последствия страха. А теперь еще как? Я хочу кино, я хочу есть в это время, жевать, то есть, чтобы полностью все вот эти мозговые выделяли вещества, вот, гормоны счастья, как сейчас говорят все, чтобы и смотреть развлечения, и есть, чтобы полностью погасить в душе тот страшный страх, который душу обуревает и разъедает изнутри. Вот, что значит лишь первые слова, уйди, ты зачем пришел сюда мучить нас? Потому что, если, допустим, у человека горе какое-то случается, ему не до кино в этот момент. И Анда Москин говорит, что такое горе? Горе это печаль, ввергающая человека в бессмолвие, говорит Анда Москин. То есть, вот, горе, как бы, парализует все вот эти центры наслаждения, которые, как вот современные психологи говорят, вот там такой центр в мозгу, такой центр, и один на другой воздействует, и ток бежит по организму, и так все счастливо, и все вокруг сияет, как новогодняя елка, весь мир кажется красивым и прекрасным. А горе вдруг раз, и сразу парализует все это. И человек, что, человека страх обутывает. Вот этот страх, он парализует в человеке все вот эти вот естественные чувства. А благодать Божия, когда приходит, она этот страх вытесняет. И человек начинает естественно воспринимать мир. Он естественно начинает соприкасаться. Когда благодать Божия в человеке приходит, он даже тактильно по-другому чувствует предмет. Для него шершавое, более шершавое. Для него бархатное, более бархатное. Для него что-то такое гладкое, более гладкое. Потому что, когда благодать Божия касается человека, оно всего тела касается и проходит все в тело. И человек все по-другому даже тактильно ощущает. И ему даже хочется спрятаться, чтобы в этот момент ничего не трогать, ничего не есть, не жевать, ничего пребывать с этой сладостью, благодатной в душе. И она вселяет в человеке бесстрашие. Вот как Дмитрий Ростовский сегодня празднует, он в своих житиях описывал протоколы мучеников, которые, эти мученики вставали перед мучителем, тиран, как по-гречески мучитель это тиран, вот, вставали перед ним бесстрашно. Почему бесстрашно? Потому что благодать Божия все это покрывало. Ты как будто не видишь страха, и способен и в огонь, и в воду, и куда угодно. Вот первое, что мы в этом повествовании о Гадаринском бесстоватом говорим, уйди от нас, по что ты пришел мучить нас? И, конечно, второе, что самое, о чем еще хоть хотя бы можно сказать, потому что там много всего в этом, что можно также сказать, почему во гробах жил, почему во гробах, что такое жить во гробах? Но они думают, что, ну, гроб, это не то, что он посделал деревянный гроб и лег. Гробы, гробы, это там, в тех местах, это пещеры, уже пещеры хранили. И Господа, когда мы читаем, что во гробе нового положил, это положил вот в пещере и задвинул камень. У нас вот есть эти гробы, кто знает, весь вот этот горный наш Крым, он покрыт вот этими гробами разными, там Чуфуткале, еще там разные, там очень много вот гробниц. И вот в этих гробницах он там жил, почему? Потому что не мог жить с людьми бесстоватый. Почему не мог жить с людьми? Потому что орал, потому что орал и сбивал привычный для человека ход жизни. То есть человек куда-то идет, он мог пристать, там его дергать, его выгнали палками, палками, пробовали сковывать, он цепи все равно разбивал, палками его вытурили из города, и вот он бродил там по полям и весел. И прятался в этих гробах от дождя, когда приходил в себя. А когда не приходит в себя, тогда и под дождем он может находиться бесстоватый. Потому что когда человек одержит, вот одержимость, она ровно так же действует, как благодать. Вот как под благодатью человек не чувствует, у него телесное уходит из-под его чувств, и как бы он все ему прекрасно, все прекрасно он выглядит. Так и бесстоватому, но только ему в прелести ничего не страшно. Он опять тоже отвлекается от своих телесных и начинает ходить, не мерзнуть, ничего ему, он ходит, его дух нечистый водит, везде он ходит, может приставать. У него страх тоже пропадает. Как пьяный, который когда напьется, ему не страшно уже, он к любой девушке может подойти, куда угодно может подойти, сказать там пьяный, продрезвеет, уже не так ему. Когда пьяный, кого угодно за грудки хватает, в милицию идет драться, когда трезвый нет, уже так подумает, может мне дубинкой заедут. Так и бесноватый. Вот, например, страсть курения. Сколько, какие кошмары уже, кишки вырваны там на этих лепят пачках. Зубы вываливаются, пишут, сердце там черное рисует фотографию, прям вот такую там. Любой здоровый человек посмотрит, у него страх. А курящему ничего, он там, чтобы не видел, никакие дырявые, легкие, сердце, он все равно шмалит и сидит, смотрит ему. Это и не страшно, эта фотография. Уже говорит, не знаю, какими раками, там, канцерогенами, что только не рассказывает про этот никотин, а все равно плевать. Под алкоголем, сколько, как, не рассказывают, что люди убивают друг друга, режут там еще, потому что там какие-то ужасы, преступления человек делает, все равно плевать. Вот, что бесноватый, вот этот вот теряет чувство. Понимаете, его поэт выгнали этого бесноватого туда. Что там еще интересно в этом Евангелии? Там интересно про свиней. Свинья, это тоже определенный символ. Свинья, прежде всего, это символ безволия. Куда они, демоны, куда они отправляются? Не в казах, в свинью, почему? Потому что свинья всецела она, почему она жирная свинья? Почему в ней сало? Потому что она ничего не рефлексирует, у нее мозг такой, что он легко, вот куда ему хочется, он раз лег, раз встал, раз лег, раз встал. И она как бы полностью безвольное животное. Поэтому у нее мясо мягкое, нам приятно так его есть на тарелке. Потому что оно безвольное животное. Вот туда захотел показывать, где легче всего врагу рода человеческого. Там, где не существует волевого какого-то начала. Там, где человек не приучает себя понуждать. Потому что Абва Дорофей говорит, что там привычка, злая привычка, она хуже того, чтобы демон в тебя вселился. Потому что демон там так или иначе, ты причащаясь, приходя в храм, он там, ты от духов нечистых можешь освободиться. Но от дурной привычки ты не сможешь легко освободиться. Тебе годы потребуются, чтобы от этого освободиться. А может быть и не хватит всей жизни, чтобы освободиться, например, от страсти блудной. Блудную страсть, говорят, лечит только кипарисовые шишки. Только когда смотришь от дуванчика и кивёшь ногами, пропадает у тебя вот это глудные страсти все. Вот как ты с ней борешься. И поэтому вот это Евангелие, которое о Гадаринском бесноватом, его называют Евангелие отчаяния. Это Евангелие надо читать тому, кто пребывает в отчаянии. Отчаяние, Исаак Сирин говорит, это такое искушение посылает Бог людям свыше меры. Каким людям? Гордым людям посылает Бог искушение свыше их меры. То есть там, где нет выхода. Гордый человек почему? Потому что он глухой гордый человек. Он не слышит, не видит пути. И чтобы привести его в чувство какое-то, Господь посылает ему искушение высшей меры. И вот это состояние называется отчаяние. Все, человек уже замыкается в себя полностью. Ты не можешь его вытянуть оттуда. Настолько там, только Бог может туда вмешаться. И его как бы Бог таким образом призывает. Вот если человек выйдет с этого отчаяния, то тогда, да, приходит благодать, которую он раньше не видел. А если не выйдет с этого отчаяния, то это страшно будет до конца, до конца. Предела нет человеческому падению. Как нет предела человеческому совершенству, можем читать преподобного Симеона Нового Богослова, который весь светом пронизывался там, и о свете он целый поэм и пишет, как божественный свет его произойдет. И как апостол Павел, одно небо, второе небо, третье небо. Так и падению человеческому нет предела. Он хуже демонов может стать, хуже. Ангельский мир классифицируют, как животный мир. То есть там нет таких вот, как у нас, вот изъявления собственной воли во зло. Человек ниже бесов может, ниже всякого нечистого духопада. Потому что он как бы с Богом, у него более близкие отношения. Бог не ангельский образ принял, а человеческий образ принял. И у человека с Богом особые отношения. И человек может по-особому оскорбить Бога. По-особому он может плюнуть Богу в лицо. Просто подойти, плюнуть. Ангел не может так взять, плюнуть Богу в лицо. Потому что у него нет человеческого такого, он как бы дух. Вот, и человек может, нет предела его падения. И вот там, в этом самом падении, человек может дойти до самого глубокого отчаяния. Что будет прыгать в петлю, и петля отбьется. И будет прыгать со скалы, и все равно жив останется. И не знает, не может, захочет смерти, и желает, и не приходит смерть. Как описывает Иоанн Богослов в Апокалипсисе. Люди будут жаждать этой смерти, и смерть убежит от них. То есть, даже умереть спокойно не может. Вот до такого отчаяния. И если он из этой бездны сможет осанну свою воспеть, то вот тогда вот да. Вот тогда вот да поднимется. Наш народ весь так живет, к сожалению. Многие считают, что это особенность русской души. Там вот такое повествование есть. Это повествование гуманистическое, литературное. Оно не в реалии. Это грех, который нас поедает. Грех, который отчаяния. Почему? Потому что гордые люди, они доходят до отчаяния, и потом понимают, что так нельзя, и начинают потихонечку, потихонечку подниматься вверх. Здесь нет какой-то романтической особенности души. Здесь именно самые простые, настоящие, греховные, гордые помыслы, которые сковывают человеческую душу. И которые только благодать Божия из-за этого отчаяния. Если он скажет, вот, ассана Господи, благодарю Тебя за все. По делу мне, если скажет, по делу мне, все, вот уже сразу маленький свет. Вот если он начинает, самое страшное в этом отчаянии, когда человек доходит до этого испытания, не дай Бог кому-то, конечно, но когда доходит, он, конечно, самое страшное, что начинает винить всех вокруг. Начинает всех вокруг винить. Вот это вот самое ужасное. Но ежели в этот момент скажет, что, Господи, по делам я получил. Что еще от меня ждать? По делам я получил. Сразу, вот, сразу начинает свет Божий проникать в эту тьму, сразу туда. Вот. Один батюшка, вот, в Киеве многодетный, там, вот, помогает, и другим семьям. Когда вот эти вот с молодежью, там, работа, они ему говорят, ой, отче, я всю жизнь в наркотиках сгубил, абсолютно безвольный, ничего не могу, ни на какую работу, уже у меня лицо все, уже все видят, что кто я такой, никуда не устроюсь. Как мне Богу идти? И тогда он говорит, что это вот душа такая, она как колодец, в котором нечистоты. Но в него можно бросать уголь благодарности. Уголь благодарности и уголь милосердия, говорит. Бросаем и говорим, Господи, по делам мне. И бросаешь это благодарение. Вот. И какое-то благодеяние, идешь, начинаешь помогать какую-то милость, своими руками что-то делать, подметать кому-то, пойти в доме убраться, что-то, ну, и ты как бы вот этими углями милосердия забрасываешь этот колодец в зловонный, и оттуда выходит потихонечку пара, испаряется, вот осушается, и микробы все эти уходят. Вот такой прекрасный пример привел. А Ефрем Сирин, он говорит, что я уже мера моя превзошла, что я могу делать? Я могу твоей кровью умыться, Господи. Кровь это тоже такая благодарность. Если ты с благодарным сердцем подходишь к чаше, говоришь, Господи, по делам я все это получил, так мне и надо, это все я сам устроил, все я во всем виноват, маму не слушал, папу не слушал. С этого все начинается. Паму не слушал, папу не слушал, вот до чего докатился. Прими меня, а мой с твоей кровью. Вот Ефрем Сирин. Простой выход. То есть, как в отчаянии сложно, но выход очень простой. Что раз, и все перевернул, все поставил на место. И самое главное, что еще последнее скажу об этом Евангелии. Что когда вот этот дьявол кричит, что по что ты пришел меня мучить, здесь говорят святые отцы, почему он так говорит? Потому что сам мучил. И святые отцы показывают эту зеркальность человеческих отношений. Объясняют, что то, что мы делаем другим, вот то, что нам делают, это значит мы и делаем другим. Когда какой-то человек говорит тебе, я тебя, начинаю тебя запугивать, я тебя выкину. Я тебя там, я тебе сделаю, я тебе то сделаю. Почему? Потому что сам так делает. Сам боится. Манифестует страх. Когда тебя запугивает, значит сам запуганный. Если сам не запуганный, другого не будет запугивать. Когда кого-то мучает, унижает, значит его унижает. Если человек другого человека унижает, значит его в какой-то момент, значит он сам униженный, значит сам ни на что не годный. Если человек тебе говорит, ты дурак, ни на что не годный, знайте, что там то же самое сидит, то же самое как бы. То, за что мы осуждаем, тем самым там и живем. Это вот эта вот зеркальность, ее святые отцы обращают на нее внимание, когда разбирают это Евангелие. На святой горе так говорят. Что такое пуловер? Пуловер это кофта, которую мама надевает ребенку, когда ей самой холодно. Вот, это святогорцы на святой горе Афон, так они говорят вот про это взаимоотношение. Когда ей самой, она его упутывает. Так и мы. Мы сами страх имеем, и других запугиваем. Если сами благодать имеем, то и других прощаем, и других принимаем. Вот это вот Евангелие, которое Гадаринским бесноватым, оно очень содержательно. Давайте его помнить. И как-то вот этот, прежде всего, как мы говорим, это Евангелие об отчаянии. Евангелие об отчаянии, о страхе, о разных вот этих беснованиях. И понимая это, будем знать вот этот выход с этого отчаяния. И прежде всего, то, что мы вместе. Хотя бы, зная, что мы вместе, что я не один, мои грехи, да, мои. Я их здесь принес, вот они. Вот, мне не жалко их. Мне их не жалко. Вот, забирайте, братья, мы все вместе. Вот это хотя бы чувство, что мы вместе, оно помогает из этого отчаяния выйти. И Господь.